Специальная военная операция идёт для того, чтобы защитить людей и обеспечить безопасность страны. Наша армия, как известно, опирается на крепкий тыл. Очень большую роль в помощи воинам, которые сражаются на передовой, оказывают жители Славянского района. Неравнодушные славянцы были награждены памятными нагрудными знаками «Благотворительность», «Милосердие», «Помощь». Открывая церемонию награждения в городском Доме культуры, Глава Славянского района Роман Сенеговский сказал, что более тысячи жителей муниципалитета участвуют в специальной военной операции, мужественно сражаются, отстаивая интересы Отечества. С начала СВО в районе были организованы группы помощи. Жители использовали любую возможность, чтобы помочь фронту. И за это они достойны искренних слов благодарности. Помощь разного характера. Это и белье, это и одежда, это и сети плетете, это и продукты питания, и, наверное, сухие борщи, средства гигиены. Буквально все, что необходимо, наверное, нашим ребятам и семьям, как я уже сказал, вот сегодня в такое сложное время. Большое вам спасибо, потому что вот так гуманитарная помощь, она действительно, она идет в помощь, она идет нашим ребятам. И мне приятно, что вот в целом предприятие, экономика Славянского района, если брать, вот за предыдущий год мы собрали с вами более 9 миллионов рублей. И помощь она продолжает оказываться. Волонтерство – это благородное желание делать добро. Без скидок на возраст они стараются сделать все возможное, чтобы морально и материально поддержать воинов. 24 активиста-волонтера были удостойны памятного нагрудного знака «Благотворительность, милосердие, помощь». Это самые инициативные, отзывчивые жители с активной гражданской позицией. Они всегда готовы на добрые поступки. Славянские артисты порадовали собравшихся своим искусством. Это наша Россия, гордая порость великой страны. Наша Россия, чистое небо, единые сны. Это наша Россия, и пока всем субьется память храня. Это наша Россия твоя, июля моя. Славянские волонтеры не намерены успокаиваться на достигнутом. И награждение памятным знаком стало для этих замечательных людей важным событием и оценкой их благородного труда. Мы помогаем нашим солдатам, которые находятся за ленточкой. Мы по мере возможности снабжаем их квадрокоптерами, снабжаем по возможности генераторами. То есть все то, что они просят от нас, мы стараемся все помочь им и сделать. Я хочу выразить огромные слова благодарности главе муниципального образования Славянский район Сенеговскому Роману Ивановичу за эту честь, которую удостоили сегодня очень многие жители нашего Славянского района, в том числе нашего протокского сельского поселения. На сегодняшний день шесть человек, шесть наших активных волонтеров были удостоены вот этого почетного звания, вот этого замечательного нагрудного знака. Это только начало, поверьте. Хочу еще особо отметить, что в нашем действительно протокском сельском поселении очень много активных жителей, которые неравнодушны к сегодняшней ситуации. Кто, если не мы, поможем нашим ребятам? Кто, если не мы, вместе соберемся и будем поддерживать их? Мы уже готовим, отправляем Пасхи, отправляем крашеные, освещенные яйца нашим ребятам, чтобы они чувствовали тепло наших женских сердец, наших материнских сердец, чтобы они чувствовали и понимали, что их тыл надежный. Россия сильна своей верой и правдой, своими солдатами и народом. Победа будет за нами. Славянские волонтеры продолжают свою очень важную и нужную для Отечества работу. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...